Ищите хостинг для сайта? Обратите внимание на HandyHost. Этот хостинг с очень дружественной поддержкой, которая поможет по многим вопросам. Он идеально подойдет для начинающих веб-разработчиков. HandyHost – это проверенный временем провайдер с отличной репутацией. По ссылке в описании вы можете получить 60 дней хостинга абсолютно бесплатно для тестирования и разработки ваших сайтов. Для этого заполните форму. Это займет всего одну минуту. Регистрируйтесь! Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видеообзоре я хочу показать, какие новшества есть в Elementor 3.14. Итак, мы находимся сейчас на тестовом сайте. Я перейду в плагины, чтобы удостовериться, показать вам, что у меня установлен Elementor и Elementor Pro. И версия, соответственно, на момент записи видео, самая актуальная. Чтобы некоторые из возможностей мы могли рассмотреть, нам сначала нужно активировать эти возможности. Давайте перейдем в Elementor настройки. Далее мы перейдем в функциональность. И нам нужно, чтобы у нас были активированы Flex-контейнеры. Состояние активно. Дальше я включаю контейнер сетки. Понятно, но смотрите, что это еще у нас новые опции в альфа и бета-версиях. Дальше вот эта верхняя панель, о которой я рассказывал в одном из предыдущих видео. Я включаю новые удобные панели, тоже включаю вложенные элементы, активирую. Глобальное руководство по стилю. Хочу показать новшества, как теперь сетка отображается удобная по цветам и шрифтам. И внизу не забываем нажать сохранить изменения. Далее я пройду в режим редактирования страницы. Давайте сначала рассмотрим верхнюю панель. Здесь удобные дополнения. Во-первых, мы можем легко перейти в мои страницы, которые я ранее создал. Просто кликнув мыши и сразу она откроется. Либо отсюда прям добавить новую страницу. У нас идет загрузка. Загружается. И это уже вот здесь мы видим черновик. То есть загрузилась абсолютно новая страница. Если мы сейчас выйдем. Выход WordPress. Просто чтобы убедиться, я перейду в страницы. Вот я увижу, что у меня вот черновик, вот черновик я два раза создавал. Вот так вот быстро создаются страницы. Рассмотрим с вами карусель. Прям в поиске по-русски пишу карусель. Вот она карусель. Теперь есть такие новые возможности. Смотрите, у нас вот по плюсику мы можем делать здесь и вложенные контейнеры. И вставлять в карусель все, что угодно. А здесь я нажимаю по плюсу. Допустим, изображение. Перенесем в эту часть. Изображение размещается. Допустим, какой-то заголовок. Заголовок тоже размещается. Кнопка. И соответственно, вы это делаете абсолютно в каждый элемент. Просто конструируете. Это слайдер. То есть смотрите, если мы зайдем в настройки. Вот у нас эти слайды. Допустим, я их продублирую несколько штук, чтобы у нас была вот такая вот навигация. То есть там можно и авто переключение настроить, чтобы автоматически листалось. Естественно, это все будет смотреться симпатично и на мобильных устройствах. Для тех, кто не знает и хочет полностью освоить конструктор страниц Elementor Pro, у меня есть полноценный видеокурс от А до Я. Elementor от А до Я. Не пропустите. Ссылка на презентацию видеокурса в описании под видео. Итак, мы с вами движемся дальше. Здесь я нажимаю на иконку настройки. Далее мы переходим в глобальные цвета. И у нас теперь в новом исполнении наша цветовая палитра. Мы можем легко менять ее здесь под себя. Дальше добавлять там новые элементы по цвету. И сохранить кнопку изменения. Соответственно, Global Fonts это глобальные шрифты. Тоже представлены они в таком виде. То есть это разделение как первичный, вторичный, текст, акцент. Где вы можете заранее подготовить первичный текст, размер, шрифта, вторичный и так далее. Все это заранее подготовить, сохранить и уже на сайте не заморачиваться. Уже использовать, так сказать, глобальные эти моменты. Другие изменения и возможности можете ознакомиться на сайте производителя Elementor. А на этом я видео заканчиваю. Надеюсь, оно для вас было информативным. Я с вами не прощаюсь. И очень скоро мы с вами увидимся в новых видео. Пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok